Вчера, когда ложился спать, подумал, да ну, все это дело, человеку нос разбили, как-то бить других людей, что-то как-то не очень горю желанием. И понял, что мне из всего этого мероприятия понравилась именно вот эта общая физическая тема, ну, потому что один я не могу выйти вот во двор, в парк свой, и начать ходить гусиным шагом. А когда это с тобой делает куча народа, то вроде как и нормально сам участвуешь, это как-то подбадривает. Грушу фигачить мне понравилось. Посмотрел, короче, перчатки, защита на ноги, такие, на голень, короче, штуковины, и бинты выходят, что-то тысяч пять, вот сейчас съездил, закупил все, выбрал вещи, которые мне реально понравились по ощущениям, не самые дешевые. Ну, они как бы, что, все равно недорогие, да, там всего четыре тысячи вышло на весь комплект, это, мне кажется, не сильно дорого. Позвонил тренеру, говорю, не будут ли ребята как-то косо смотреть на то, что я не участвую в спаррингах, ну, потому что мне не очень хочется ходить с разбитым носом, или там с разбитым лицом, или, не знаю, получить какую-то травму, и потом, чтобы я там ходил скрюченный постоянно. Он говорит, что это все происходит по желанию, человек вот этот, который вчера, ну, которому разбили нос, у которого шла кровь, он готовится к соревнованиям, и специально попросил противника посерьезнее для того, чтобы тренироваться. А так, в принципе, ребята договариваются о том, что, ну, с какой силой они будут работать, и если ты чувствуешь, что тебя фигачит слишком сильно, то ты можешь сказать, типа, чувак, давай поспокойнее. И, в принципе, там, он говорит, люди занимаются адекватно, и, ну, в принципе, стоит шесть тысяч в месяц. Я думаю, там, бодланы какие-то, они вряд ли будут платно этим заниматься, да, они просто пойдут на улицу. Короче, я решил взять абонемент на месяц. Ну, это как вызов для меня, да, я не сталкивался с таким ограничением организма, что мне не хватает дыхания на то, чтобы делать то, что остальные 20 человек делают легко. Хотя я сейчас могу пешком довольно долго ходить на велике, я нормально катаюсь, у меня не бывает какой-то там отдышки и никаких звездочек в глазах и там заложенных ушей. Ну, вот, поэтому хочу позаниматься. Тренер сказал, что такая фигня, может быть еще одно-два занятия, а потом, типа, будет уже все нормально. Вот, и скакалка, конечно же, у меня дома уже была, и, наконец-то, я смогу получить какую-то комфортную обстановку, в которой я могу попрыгать на скакалке. Ну, вот, друзья, так что начинается мой путь в тайском боксе. Я уже один день как тайский боксер, ну, вы видите, да? По мне, мне кажется, заметно. Вот, буду держать вас в курсе.